доброго времени суток дорогие друзья я очень рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами делаем рулет из лаваша закусочный рулет из лаваша с крабами палочками для этого нам понадобится 200 грамм сыра 200 грамм крабовых палочек 4 яйца но если яйца мелкие можете взять штук 6 и 7 у меня 7 штук в данном случае два больших листа лаваша пучок зелени зелень может быть любая в данном случае у меня укроп в наличии 150 грамм сметаны можно 3 зубчика чеснока но я люблю пользоваться сухим чеснок сушеным чесночком сушеный чесночок копченая паприка и черный перчик и еще немножко сейчас возьму соли потому что для этого лаваша можно использовать на выбор либо майонез либо сметану мы стараемся пользоваться сметаной потому что сметана все-таки полезнее а для сметанку нужно подсолить итак давайте приступим для начала мы натрем на крупной терке сыр так сыр мы натерли теперь натираем яйца так теперь мы натрем крабовые палочки точно также на крупной терке крабовые палочки предварительно нужно подморозить для того чтобы они нормально натирались эти ингредиенты мы все натерли теперь мы меленько порежем зелень зелень как я вам вам уже сказала можно любую абсолютно любую зелень ну в данном случае укроп пусть будет укроп это очень вкусно так укропчик наш готов теперь мы будем делать соус сметану помещаем в чашу так немножко все таки я ее присолю сюда чесночок перчик паприка все это хорошенечко перемешаем сюда укропчик так ну вот соус для смазывания готов и так друзья приступаем непосредственно к изготовлению рулета так теперь мы я как я вам говорила нужно два больших листа берем один лист вот я взяла сметана здесь сметану зеленью и разделила ее на пополам и вот это вот одну половину нам сейчас нужно растянуть на весь лист размазать стараемся смазывать до самых самых краешков чтобы у нас краешки не оставались сухими и теперь сюда равномерно распределяем сыр теперь сверху также равномерно посыпем крабовые палочки теперь берем второй лист и укладываем его сверху и второй лист точно также смазываем его нашей сметаной зеленью так и сверху теперь равномерно распределяем яйца вот яйца у нас не соленые вот все таки я их чуть чуть присолю прям от грамм и вот теперь мы будем формировать наш рулет нужно как можно тоже можно тоже закатать его все это в рулетик ну вот рулет наш готов и теперь мы его упакуем пищевую пленку и отправим в холодильник чтобы он там устоялся настоялся отлежался чтобы все вкусы перемешали чтобы он вот именно созрел так сказать и он там должен провести ну минимум один час и вот через час мы в общем нужно знаете как его закрутить весь этот рулетик чтобы видите вот ширины не хватает я еще потом поперек это все сделаю чтобы не сохли краешки не сохли и вот в таком виде наш закусочный рулет отправляется в холодильник на час-полтора а потом мы с вами встретимся вот дорогие друзья прошло полтора часа и рулет наш готов он уже созрел так сказать и поэтому сейчас мы посмотрим что у нас там получилось даже не сомневаюсь что это вкуснятина вкуснятина кончик можно срезать для того чтобы дальше он был прямо идеальный нож должен быть острый чтобы рулет резался хорошо друзья посмотрите какой красивый красочный рулет все цвета это очень красиво это не менее вкусно а я вас вам всем желаю приятного аппетита подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всего вам доброго пока пока